добрый вечер здравствуйте абстракционизм да да такой кубизм модернизм можно назвать это квадратизм я кубизм что обсуждаете в рулетке я вижу вас такой стакан стоит в русский военный корабль дает дальше там продолжение наверное скорее всего я уже привык к этой кружке уже больше года и люди когда видят эту кружку сразу начинают агрессировать по отношению вас да ну по-разному по-разному мне интересно реакцию наблюдать меня это забавляет я понял а вы находитесь сейчас зал где территориально я в европе нахожусь давно уже полтора года до а сами приехали из украины даны на украину да туда я вам желаю всего хорошего чтобы все было хорошо то будет обязательно я да очень обязательно будет обязательно будет и вам всего хорошего может вы еще застанете более светлые времена в россии спасибо я я не из россии я не в россии нахожусь я перед этим разговаривал с американцем мне просто и позадавал вопросы мне было интересно перспективы предвыборная компания выборов в америке за черном году до гражданина просто знаете не со средств массовой информации именно от живого человека что вам рассказал интересно может что-то интересно скажите я скажу сразу я блогер я здесь общаюсь с россией записываю ролики выставляю youtube если хотите попрощаемся если хотите что-то расскажите зрители послушать не я особо просто он сказал сказал мне за байдена сказал за трампа он сам республиканец но хотя мы риджоке мы не знаем что будет с этими выборами и куда она повернет потому что индиец который там перед у трампа может быть вице-президентом это сразу готов ехать путину и общаться с ним риск как это с ним общаться с уголовным преступником но поэтому видите как получается но велик рама с вами это человек который работает на противоречиях то есть он говорит те слова которые скажем так общество какое-то не воспринимает да именно на этом он и пытается выстроить потому что про него вообще никто не знал он бизнесмен который занимался там фармацологии он довольно богатый человек закончил да он учился очень хороших университетах он в ельцком учился университете в гарварде учился но тем не менее человек не понимает что такое вообще геополитика и политика в целом он не знает что такое раз есть сегодня очень хорошо ему ответил кстати есть такой человек тоже республиканец его зовут мид рамни я сам голосовал за байдена лично я вот но я централист я поддерживаю тех которые действительно хотят прогресса в стране так вот мид рамни несмотря на то что он республиканец он говорит этому вивику объясняет что ракеты из россии направлен на соединенные штаты америки для для россии соединенные штаты америки среди является вражеское государство то есть вы хотите говорить человеком который хочет во вашей стране плохого ну то есть так примитивно рассуждать и поэтому республиканцы есть в америке разные есть и которые более скажем так радикальные или есть те которые говорят о том что мы должны заниматься только внутри страны своей нам все равно что происходит где-то там вот например там да он хотел говорить только сильными мира сего то есть говорил так вот есть условно говоря путин есть цензиньпинь да давайте я буду втроем сядем все договоримся и будет порядок он не понимает что эти люди это не друзья демократического мира это те страны которые в принципе хотят говорить только на языке силы и на языке того что вот мы узурпировали власть да мы являемся такими диктаторами или автократами диктаторами называйте как хотите и вот трамп то же самое очень похожая в нем есть такая жилка он хочет чтобы он говорил всем и все ему верили все чтобы он не сказал и все кивали головой почему ему нравится вот когда путина слушает уже когда-то помните пошутил он встречался с и цзиньпином и сказал у вас такая система управления нам не нравится может быть мы как-нибудь у себя в америке тоже попробуем вроде шутку то сказала но вы знаете да в каждой шутке есть доля шутки потому что он сам по себе человек такого авторитарного характера или по-моему или никак поэтому в америке да но тем не менее что хорошее среди республиканской партии это то что есть очень много людей которые сегодня понимают что такое украина и почему соединенные штаты америки помимо того что гуманно помимо того что это человечность и так далее так далее как это еще и защита интересов соединенных штатах америки я в америке живу уже 30 лет я очень хорошо понимаю как устроена сама система соединенных штатах америки и понимаю почему многие вещи делаются так или иначе я бы например, хотел, чтобы помощь Украине нарастала и была намного быстрее, чем она сейчас идет. Я голосовал за Байдена. А почему так? Почему так? Мне интересно. Почему, с одной стороны, Ллойд Остин, с другой стороны, Селеван? Да, потому что так устроена демократическая система. Вот смотрите, когда садится за стол, если вы возьмете даже компанию корпоративную, большую компанию, да, уберем Байдена, Трампа, я просто возьму какую-то большую корпоративную компанию. Компания всегда выигрывает так, которая смотрит на все проблемы. Не только на одну, а на разные детали. Очень важно, чтобы среди команды Байдена были люди, которые говорят по-разному, для того, чтобы можно было анализировать и учитывать каждую деталь, каждую вещь, которая может происходить. В Америке изначально, да, действительно, боялись того, что Россия, великая держава, сейчас за три дня Киев возьмут, так действительно думали. Всем казалось, что Россия вот такая. Украинцы своей храбростью, своим мужеством и тем, что они знают ментальность России, показали, в принципе, всему миру, включаясь в Соединенных Штатах Америки, что это все был большой мыльный пузырь. Да, голый король. Естественно, что-то, конечно, в России есть, такого, что мешает, скажем так, и миру, и Украине сегодня. Но это не та Россия, про которую думали до, скажем, 22-го числа, вы понимаете, 24-го числа 22-го года. Поэтому я считаю, что нужно больше оружия Украине вовремя, и чтобы Украина получала все как можно быстрее. И Байдену про это говорят. Байден сам по себе, он тоже централист. Он же очень много лет во власти. Он был сенатором, он очень, он уже почти 40 лет находится. Он был и вице-президентом. Я знаю его биографию, да. Да, поэтому он очень часто взвешенно делает какие-то, принимает решения, но тем не менее, вот если вы вспомните, например, Барак Обама, Байден был при нем вице-президентом. И он тогда был тем условным человеком, который говорил Байдену, что нужно быть более решительным, что нужно делать более решительные вещи. Потому что именно тогда нужно было, а еще, я думаю, даже когда с Чечней было, вот тогда нужно было обращать внимание и разбираться с Россией. Потому что, в принципе, по сути, повторилась история с Гитлером. Дали Гитлеру сделать сначала одно, Судеты, Австрия, да, а потом и думать, дайте ему, только он дальше уже не будет лезть. А он пошел дальше. То же самое с Путиным. Все по кальке, да. Все как будто он просто читает Гитлера и повторяет все его шаги. Ну, он, наверное, не дочитал до конца истории Гитлера просто. Вот, вот, вот то же самое, да, часто говорим, да. Чем все закончилось, мы все знаем. Мне просто очень неприятно наблюдать за этими жертвами в Украине, которые могли бы не быть. Столько людей погибло, столько людей остались без крова, столько героев сегодня в Украине погибает, да. И за что? Во имя чего? Во имя какого-то человека, который узурпировал власть и который решил показать всему миру, что он какой-то там мачо? Это же просто ужас. В 21 веке, когда люди живут, общаются, катаются, получают удовольствие от жизни, Евросоюз живет без границ, да. Вот как нужно показывать себя. А Путин это прошлое, это то, как вели себя в те времена. Да. Согласен с вами. Ладненько, удачной вам работы в блогерстве. Спасибо большое вам тоже за дело. Я, конечно, свою позицию не менял с 2014 года. Для меня война началась в феврале 2014 года. Совершенно верно. Вот, и надеюсь, что, не знаю, скоро не закончится, но по-любому она закончится, как и тебе говорят, миром. Говорю, мир на каких условиях тоже имеет значение. Конечно. Только еще. Война закончится, вот я так говорю, победой Украины. А вот победа Украины будет означать все в себя, вот этот мир на условиях, которые должны быть и так далее. Границы Украины должны быть восстановлены. Точка. Это должно быть понятно вот любому человеку. То есть, если вы хотите говорить, как вот они говорят, давайте сядем, Путин же, знаете, как сейчас риторика, и россияне, я с ними общаюсь. Все, давайте будем говорить, садиться, давайте мир. Я им говорю, хорошо, давайте, давайте представим, вы защищаете интересы России, я Украина, давайте, мы сели. Я говорю, первое, выходите на границе 91 года и будет мир. А вы мне говорите, что давайте оставим, как есть, ребята, так оно не работает. Так договора не строится. В третьем году под Сталинградом примерно так же надо было сесть и поговорить с Гитлером. Совершенно верно, а он и хотел, Гитлер говорит, давайте мне вот эти территории, эти и будет мир. Да, к сожалению, так. Спасибо вам большое, я вам сейчас скину свой канал, приходите, смотрите. А сбросьте, хорошо. О, спасибо, сейчас забьюсь, подпишусь. Все, вам всего хорошего, желаю удачи, слава Украине. Первое, слава. Всего хорошего. Это украинцы. Мне очень приятно общаться с людьми, которые дружат со своей совестью, которые понимают, что такое добро, что такое зло и при этом продолжают поддерживать свою страну, где бы они ни находились. Человек переехал в другую страну и тем не менее он продолжает помогать Украине отстаивать интересы страны, потому что он понимает, что правда находится именно на этой стороне и добро находится на этой стороне. А зло находится там за поребриком. Друзья, напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Я вам, как всегда, всем желаю добра, любви, счастья, благополучия, понимания, скорейшей победы и мира. И мы с вами скоро увидимся. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова